Шум лазерных и плазменных установок в этой лаборатории не замалкает даже поздним вечером. Свои чертежи и наработки молодые ученые здесь реализуют в гипсе, пластике и металле. Федор Завялек, студент-инженер, уже больше месяца трудится над созданием робота-помощника. Совсем недавно от расчетов перешел непосредственно к строительству. Говорит, похвастается рабочим прототипом очень нескоро. Уж слишком много робототехника требует внимания и времени. Начинаем пока с руки, потому что это менее затратно по времени, потому что печать даже одной руки уходит в районе 12 часов всех деталей. Их очень много, соответственно, уйдет какое-то время еще на электронную прошивку руки. Дальше, естественно, мы можем собрать плечо, кисть, локоть, плечевой сустав. Таких лабораторий по всей стране порядка 70. Однако на Ставрополе, да и на Кавказе это пока единственное. В первую очередь центр занимается обучением пытливых умов. Четыре раза в неделю здесь бывают школьники и студенты. Все остальное время 3D-принтеры, установки плазменного раскроя и еще с десяток уникальных единиц техники трудятся на благо Ставропольского бизнеса. Фантазии предпринимателей и проекты перспективных ученых в этой лаборатории превращают в рабочие и качественные прототипы. Вот такой вот вакуумной машинки, технология «Хлоформ» называется, этот прототип может быть упрочнен до состояния цветных металлов. Ну, примерно как бронза, алюминий. Вот этот, не зря я ее взял, вот эта обгонная муфта, она отработала почти 10 тысяч часов на реальном станке. То есть вот такие замыкающие постоянные движения были. То есть, ну и можете посмотреть, износа практически нет. Несколько десятков заказов, которые выполнили в Центре молодежных инноваций, сейчас успешно применяются в сельском хозяйстве, фармакологии и даже в оборонной промышленности. В Ставрополе две больницы сотрудничают с Центром, для которых здесь разрабатывают макеты человеческих органов для моделирования важных операций. Сейчас здесь как раз готовят похожий проект. Сейчас реализуется проект в нашем фаблабе, это совместный проект с медакадемией. Аспирант придумал уникальный индивидуальный артикулятор. Это медицинская конструкция, применяется в стоматологии. Вот именно эту конструкцию мы помогаем ему нарисовать и потом с помощью 3D-принтеров и фрезерного оборудования уже получить реальный прототип этого изделия. Новые технологии, уверены, в Центре могут упростить работу предприятий практически любой сферы деятельности. Предприниматели могут выбрать подручные разработки для своего дела из десятков уже готовых проектов или же заинтересовать начинающих конструкторов своими собственными предложениями. Ефим Пушкин, Ван Филиянов, Ставропольское телевидение.